Иди сюда, мой сладкий, иди, взяла твой, иди. Моя крошечка маленькая. Мне здесь очень давно. Август 2019-го Виктория Цуладзе вспоминает со слезами на глазах. Тогда на 24-й неделе беременности с весом всего 634 грамма. Раньше срока родился ее младший сын Матвей. Он лежал без меня 3 месяца. Здесь ухаживали, выхаживали специалисты, которые неонатологи, которые наблюдали состояние, мониторили его. Мы скажем так, в данный момент мы уже дышим самостоятельно, кушаем из бутылки. Я не могу передать тебе ощущение, когда ты уже прикоснулся к своему малышу. Когда ты вот так вот привожила к своему сердцу. Самое сложное позади. Встречать Новый год Виктория и Матвей будут уже дома. А вот Марии Ковблюк и ее сыну только предстоит пройти сложный путь. Любомир родился недоношенным и 11 ноября попал в отделение реанимации. Несколько раз в день молодая мама приходит его покормить и пообщаться. Я ему рассказываю, что мы с ним будем делать, как я его люблю. Ну и какой он молодец. И говорю ему, что все будет хорошо у него. И он вырастет. Тепло, темно и тихо. Дышат малыши с помощью аппарата, питаются внутривенно. Недоношенным считаются дети, рожденные раньше 37 недель. С очень низким весом до полутора килограммов и экстремальным от 500 граммов. Сразу после преждевременных родов ребенка помещают в транспортный кувес. Он работает на аккумуляторе и почти всегда на готове. На нем ребенка перевозят в реанимацию и уже там перекладывают в почти такой же, только стационарный. Температура и влажность внутри полностью повторяют климат материнской утробы. Чем раньше ребенок появился на свет, тем больше у него факторов риска. Круглосуточно на посту дежурят акушеры-гинекологи и неонатологи. Следят за показателями на аппаратуре, не отходя от кувесов, кормят маленьких пациентов. Берут у них анализы, делают рентген. Самый маленький пациент, который находился на лечении в нашем отделении, это была девочка с весом 480 грамм и рожденная на сроке 22 недели. Чаще всего прогноз благополучный, то есть мы стараемся выходить этих детей и сохранить этим детям не только жизнь, но и здоровье. В Симферопольском перинатальном центре спасают маленькие жизни уже 7 лет. За это время здесь выходили не одну тысячу детей. Фотографии на стенах детей, которые родились преждевременно и в руках держат свои фотографии, когда они были еще совсем маленькими, только-только вот после отделения реанимации интенсивной терапии. И сейчас они уже такие большие, многие ходят в школу. Каждый год в Крыму около 400 младенцев на свет появляются недоношенными. Это 13-14% от общего количества рожденных детей на полуострове. Чтобы снизить риск, врачи советуют становиться на учет гинеколога на ранних сроках и заботиться о своем здоровье. Татьяна Балыкина, Евгений Полунчуков. Утро нового дня.